здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим о шаловидном флоксе покажу вам как у меня он цветет он еще не весь зацвел почему потому что шаловидный флокс любит солнце на солнце потом позже будет цвести там где больше солнца но он все равно зацветет очень легкий в уходе полива можно не поливать но пролили один раз то есть не требует большого полива частого не требует хороших грунтов таких жирных прям почвы нет на бедных почвах тоже хорошо уход какой за ним когда он отцветет вот допустим отцветает да это все нужно срезать где-то если веточки идут веточка сантиметров 15 то сантиметров 5 6 7 надо срезать и будет он такой низко низенький такой получится коврик у вас и на следующий год он еще пышнее станет будет цвести опять же таким ярким ковриком просто нужно все обрезать не оставлять вот эти цветочки но это будет потом когда он перед цветет бывает он беленький бывает вот такой сейчас поближе возьму если получится ярко-розовый это немножко другой оттенок такой сиренево-розовый холоднее это теплый такой теплый цвет ярко-розовый просто солнышко сейчас я ждала пока будет у нас тенечек не получается на небе ни одной тучки поэтому не знаю как снять его чтобы не было бликов но я думаю что вы знаете что такой шаловидный фокс цветет он в основном у мая но потом он никуда не девается зеленый коврик остается можно рассаживать хорошо хорошо пересаживается пересаживается можно сажать его клумбочками можно вдоль дорожки сажать очень-очень легкий в уходе поэтому советую вам обратить внимание у кого нет я думаю что у многих уже есть конечно же ну может у кого нет кому-то может я помогла показала напомнила вот такая напоминальное видео о флоксе шаловидном мне очень нравится он и вам советую приобрести у кого нет вот я подождала когда солнышко спрячется и сниму вам вот такая красивая красивый шаловидный флокс у кого нет сажайте